С моей точки зрения, если вы отправились к психологу, то вам, извините, нужен психиатр. А если вам нужен психиатр, то вы идиот. Здравствуйте, Евгений. Хотел бы понять, на чем стоит сфокусироваться в жизни, чтобы не допустить глупых ошибок и полностью самореализоваться. Мне 21 год, рост 1,85 м, родился в Нижнем Новгороде, где и проживаю по сей день. В этом году, заканчивая обучение в университете, параллельно работаю удаленно в IT. Текущий доход позволяет жить более чем комфортно в любом городе страны. Отдаю себе отчет в том, что зарабатывать на жизнь благодаря творчеству вряд ли получится, и необходимо заниматься таким делом, которое будет приносить... Если у вас есть творческий талант, это что же немаловажно? Таким делом, которое будет приносить достаточный доход, чтобы можно было жить в удовольствии, путешествовать и созерцать прекрасное. Однако хотелось бы, чтобы это дело было увлекательным, так как текущая работа в IT не находит большого отклика внутри. Трудно себе в этом признаться, но я очень суетный. Стал это замечать особенно в последнее время, когда из-за ежедневного сидения за компьютером... А вы не связываете IT и суетность, я так просто... Издалека, я не говорю, но я так сказать, издалека аккуратно, да. Начало подать зрение, усилилась, сутулость, и появились морщины на лбу. То есть в 21 год морщины? Пишет, да. Как вы можете видеть, на одной из фотографий из-за стресса даже начали немного выступать вены на висках. Отчасти это связано с неудачно сложившимися отношениями с одной девушкой. А, вот с этого надо начинать. Ну, такую дурость допустить. И сейчас все эти... А-а-а, сейчас мы это вырежем. Вы сделаете отдельный ролик, да. Да. Что вызывало во мне сильную и бессмысленную рефлексию. Да. А я вам говорил, по-моему, раз в 50 на стримах, что рефлексировать по Достоевскому вообще не надо. То есть надо... Вас может что-то бесить, вы можете что-то в бешенстве так вот прямо вырвать из себя, какую-то эмоцию, да, что-то вы негодуете. Но внутри рефлексировать это очень вредно. Тем более, ну из-за чего? Из-за какой-то тетки, бабы, девицы. Ну, это же просто дурость. Ну, это просто... У вас IT, блядь. У вас, смотрите, у вас IT. То есть что это IT? Это какие-то схемы, алгоритмы и так далее. Схемы, алгоритмы. Ну, по алгоритму. По логике, по алгоритму. Даже из того, что говорил я. Как можно было. Я не знаю уже просто. Это из года в год. Видите, какую надо иметь стальную нервную систему. Вот у меня просто стальную, чтобы это слушать. Потому что я говорю, не допускайте таких-то, таких-то ошибок. Они точно... Внимание, не может быть, что у вас там... А вот это... Ой, у меня там... Принесет, не принесет. Точно принесет тоже. Нет, они в это вляпываются. Они это самые... Я объяснял нейрофизиологически, по мозгу. Я объяснял разницу по мозгу. Я объяснял исторические примеры. Я объяснял бытовые. Я объяснял, сколько... Я пересмотрел, переслушал. Где-то раз в два стрима приходят два-три письма, что вот тяжелое расставание, или она меня довела, и так далее. Я комментирую. И ощущение, что вы слепые, глухие. Некоторые дебилы пишут. Я думал, что у меня будет по-другому. Это то же самое, что когда я говорю, не надо маленькую победоносную было. Уже историки знают, что такое маленькая победоносная. Это заканчивается пиздецом. Помните русско-японскую и прочее? Чем закончилось? Я говорил, нет. А вот в нашем случае получится. Это просто. Это, я не знаю, это просто вот что-то феноменальное. Это феноменально. И вот он. Значит, более-менее внешность. Как-то зарабатывает. Ну, все вроде нормально, да? Не было, у бабы забот купила порося. Но в данном случае наоборот. Зачем? Теперь вы себе уже взяли стресс. Стресс вырос в невроз. И обращайтесь. Вот здесь что? Главное, только не идите к этим психам. Психологам. Вот это то. Что у вас пока просто, ну, скажем так, нервишки на фоне вашей дурости. Они вас делают конченным идиотом. Еще вам на это выдадут 50 названий. Вы еще запомните это. Вы себя зазомбируете. Что у вас это? Кстати, уже давай сейчас мы в середине этого человека. В смысле, этого вопроса от этого человека. Впереди не мы вот что скажем. Дело в том, что у меня будет здесь еще через страницу. Сколько, Антон, и ты мне присылал ребята и кое-что. Сколько, вот когда я упомянул несколько недель назад, я просто упомянул, что вот так я считаю эти все глупости психологов и прочее. Но я упомянул. И пришло такое количество несчастных, которые описали, писем, которые описали, что как их довели, как им все ухудшили, как им не решили проблему. А она не может быть у них решена. И так далее, и так далее. И абсолютно репрезентативно. Это не то, что мне там какая-то приятельность пожаловаться. Я вам тут же это в эфир выдаю. Это то, что называется репрезентативная выборка. И сейчас уже вот 12 час к полуночи, да. Поэтому я вам кратко, может, как-то нельзя посвятить этому отдельный ролик. Не знаю. Я вам скажу так. Мое мнение. Вы можете ругаться, можете шуметь, там подпрыгивать, какие-то разбивать экран. Это ваша проблема. Вы меня слушайте, послушайте другого, будет другой. Я сформулирую просто. С моей точки зрения. Если вы отправились к психологу, то вам, извините, нужен психиатр. А если вам нужен психиатр, то вы идиот. И вы можете беситься, можете опровергать. Вы можете разбить монитор, на котором вы смотрите. Вы можете мне написать вот такое. Мне там какие-то веганы, веганы, такие несчастные. Они пишут трясущейся рукой, они пишут простынь. Простынь доказывая, какие они здоровые. И по тексту видно, что у них очень много проблем. Обижаются веганы. Обижаются запутинцы. Обижаются те, кто против Путина, что недостаточно против Путина. Я уже говорил. Обижаются все. Обижаются монархисты. Обижаются крайне левые. Обижаются вот эти психопаты, психологи и прочее. И вообще, ребят, если психолог к вам обращается и просит деньги, ну, за сеансы или что-то такое, ну, вы давайте за что-то. Вот вам сказали, допустим, какой-то, решили конкретный вопрос. Вот вы мне конкретно присылаете, я вам конкретно его решаю, там, отвечая про Спарту, про Колчака исторический, да, или пришли на концерт, там написано, что я там читаю стихи товарища Пушкина, товарища Шекспира и так далее. И я действительно читаю это все. Более того, значит, мастер-класс. Я вам рассказываю, как формировать звукоизвлечение, голос, как ставить, чтобы это было полетно, как менять интонации и прочее. И это в мастер-классе конкретно. Если вы приходите к какой-нибудь или к какому-нибудь чмошнику, который ничего не может, ничего не знает, ничего не умеет, и у которого у самого куча проблем, у нее у самой нерешенная жизнь, она сама недоебанная, недотраханная, и она типа психолог, и она вам что-то пытается исправить, она только может ухудшить. Мне пишут, значит, я пошла искать, у меня чего-то нет парня, пошла к психологу. И пишут, она там, Мария Ивановна, мне 20 сеансов, вам нужен парень. Вы идете к бабе-психологу, там точно нет этого парня, понимаете? Да, баба-психолог. Из нее парни, ну как это, понимаете? Или у меня предстоит экзамен по физике, я пошла к психологу. Вы его не сдадите, потому что вы должны заниматься, учить с учебниками физики, физику учить они... Есть, да, есть врожденные психические. Ну, это даже не обсуждается. Ну, врожденные, ну, мы же гуманные, мы же не можем, поэтому гуманно придумали препараты, чтобы их нейтрализовать, не помочь, не вылечить, а, извините, и не надо называть это лечением. Потому что это снимает проблему не столько у них, сколько у нас. Чтобы они не это самое, в таком состоянии не шастали. Это другая тема. Еще навыдумывали разных диагнозов, которых нет в учебниках еще 20 лет назад. Просто выдуманный диагноз. Я даже не хочу их пиарить. Сейчас все в одном диагнозе. Ой, у всех это. Это выдуманная штука. Еще всех сажают А на сеансы, Б на препараты. Это мировая афера. Это афера мировая, которую надо разбирать на уровне Нюрнбергского трибунала, на самом-то деле. Смысл всего – это верный образ мышления и образ жизни, модус вивенди. Все. Потому что, если уж мы договорились, сейчас уже тему отговорим тогда. Все неврозы ваши, они начались, они появились не за день. Это не как подвернуть, сломать ногу, это не как схватить ОРЗ, ОРВИ. Нет. Это не за день. Более того, не за неделю. Более того, не за месяц. А, как правило, вообще за несколько лет. И в следствии чего это? В следствии того, что вы неправильно подходили, относили к чему-то, думали что-то. Это не имеет значения. Стрессовали из-за чего-то. То есть, у вас было неправильное мышление. Таблетками это не исправить. И, ну хорошо, да, тогда из моей же логики, значит, нужно правильные наставления. Да, извините, кто их вам даст? Лузеры, вот эти лузеры, это успешный человек, знающий мировую историю, знающий человека по эволюции, извините, от примитивных организмов, знающий развитие этих организмов от абиогенеза опаринского, видящий перед своими глазами и несчастных, нищих, хороших, просто, так сказать, людей, студентов, и великих мира сего, великих. Вот он, знаете, он, он может дать вам советы, просто систему, да, правильной жизнедеятельности. А вы приходите к лузерам, к несчастным, к убогим. Более того, если мы берем даже не психологов, а психотерапевтов, у них серьезнее, серьезнее аудитория, в смысле, серьезнее по этим самым проблемам. И они назеркалили зеркальными нейронами, называйте, как хотите, кто там считает так, то есть, назеркалили все эти тики, все эти психозы, все эти неврозы. И они вам это, вот то, что у них внутри попало, геометрической прогрессии развивается, и они вам это возвращают, то, что у вас не было, вы теперь зеркалили это с них. То есть, они вам передают свои психические эти самые. Получается, клиника подумает, ой, мы ничего не можем делать, давайте вот вам в больницу. Ну, и там все замечательно, на иглу и так далее. Поэтому, друзья мои, я сейчас знаю, что слушают и те, и те, они сейчас будут писать, как они, это неправильно, они возмущены, или вот у них был такой опыт религиозно-мистический, значит, что им помогло, помните, если вы пишете, если вы думаете, что, вот, скажем так, меня, внимание, если вы думаете, что меня можно переубедить, и вы мне это пишете, да, значит, у вас уже есть некая психическая проблема. А многие так и пишут. Чем расписываются в том, что они не совсем в себе, вернее, совсем не в себе. Либо они, ну, у тебя не в себе, поскольку они сумасшедшие, значит, они в себе. Вот, и что еще? Ну, вот, вот такая вот история. А я повторяю, у меня перед глазами все эти истории этих несчастных. Я, почему я сейчас поднимаю? Вот я случайно упомянул, ну, просто, у меня же было как всегда. Я жил в тепличных условиях всегда. Это такой вот Будда, который сначала во дворце, потом, ой, реальность мира. Реальность мира. И только, когда я стал слушать, мне же очень поздно, в отличие, допустим, от большинства тех, кто вышел в интернет, у меня очень поздно появился жанр стримов. То есть, интервью, да, там еще что-то, да, а жанр стримов очень поздно. И только, когда вот именно этот жанр появился, мне стали присылать в огромных количествах, в огромных количествах вот подобные проблемы свои. И только сейчас я стал понимать, в общем-то, ну, где и среди кого я живу. И то, что я знал из книг, в том числе, и медицинских, и учебников, и специальной литературы, и прочее, я теперь, да, вот наблюдаю эти истории страшные. Они все, они, кстати, однотипные, пишут, как им потом не помогли, как ухудшили, и так далее. Поэтому это же, это, ну, как бы социально значимая проблема. Это не то, что я повторяю, мне кто-то вот Маня пожаловался, я говорю, вот, значит, вот Маня попросил озвучить. Нет, это то, что я честно, научно, статистически увидел, как проблема. Все. Так, теперь дочитывай вопрос парня. Мы остановились на сильной бессмысленной рефлексии. А, да, да, вот это я сейчас описал, про сильную бессмысленную рефлексию. Далее. Несмотря на взаимную симпатию, ее увлечение психологией... Человек сказал, что у вас она взаимная. Взаимная симпатия, это когда два, ну, почти одинаковых, одинаково мыслящих, одинаково, в общем-то, извините, физиологически, вот, взаимная. Условно, ну, вам вот с вазочкой, вот некая вазочка, допустим, да, вот, у вас с вазочкой. И вы считаете, что с вазочкой взаимная симпатия. Ну, да, вазочка, вам что плохого не сделала, в ней цветы стоят, все, это лучше человека, да. И вы к ней искренне с симпатиями, но вы разные с вазочкой. Поэтому, когда вы считаете, что взаимная симпатия, это неравнозначно уже. То есть, если я могу подираться к каждому слову, я могу просто как, ну, знаете, отписка такая, да, отписка, начну послушать, деньги взять и не решить проблему, не помочь. Нет, я буду как хороший, ну, коуч, педагог, репетитор, я буду, пока вы правильно не напишите диктант или что-то, каждому слову, чтобы вы понимали, чтобы у вас появилось критическое мышление. Я не думаю, что вы как пытаетесь критиковать, я, значит, просто анализировать, да. Итак, несмотря на эту симпатию... А, да, с вазочкой у него, да. Это вы можете вазочку, это меньше бактерий. Я где-то год-два назад советовал дупло. Лес. Я в весеннем лесу пил березовый сок. И вокруг уже эти все страны эти враждебные, да, а мы, я повторяю, не надо осины, не надо дуб, может, они не совсем... Тимой платан, не наш. Береза. Это все. И то, чище, даже если там, я не знаю, змеи, дятлы, все что угодно, все равно чище, меньше потом лечиться. Так, пожалуйста. Ее увлечение психологией, на мой взгляд... Я так рад. Я как ребенок рад. Колосо. это, это, знаешь, я вам тоже рассказывал, юбилей был какой-то идиотики Ильича, Ленина, и вызвали в Моссовет Юрия Петровича, любимого режиссера, и тогда еще был жив Шостакович, великий композитор. И вот, Любимов издевательски что-то предложил, ну, издевательски что-то предложил, а Шостакович, который всю жизнь мучился от советской власти, он так, а он очень был закомплексованный, такой, немножко так, вот так все сидел, и забито. И он так, хорошо, хорошо. Вот, и я так, хорошо. То есть, его девка, значит, она психолог, она, естественно, уничтожила, порушила их отношения, сделала, она вам сделала невроз, у вас уже вены в 21 год вздутые, у вас уже морщины, значит, на лбу вам 21, ну, ладно, вот, и так далее, и что, тогда продолжай, вот это уже интересно, мне надо было вот после этого говорить этот спич, да, а хотя так даже лучше, да, получилось, да. Итак, он пишет, что это ее увлечение психологией, на его взгляд. Вах, вах, как совпало, два кувшина я купила, вай-вай, с ушками да без ушками, вай-вай, как совпало, ля-ля-ля-ля. То есть, вы извините, что я так радуюсь, у вас проблема, горе, это, это, я, поймите, я не радуюсь, я всей душой переживаю за вас, но, как сказать, вот, это неожиданное совпадение вызвало в моем, но, так сказать, базово я совершенно, так сказать, я действительно переживаю и очень радушно воспринимаю и сопереживаю, у меня же тоже есть это, ну, как все время забываю, это как это, совесть, совесть и эмпатия, у меня тоже есть эмпатия. Как его зовут? Ой, я просто удалил это из своего списка, по-моему, Никита или Николай. Николай, я уточню обязательно. Уточни, и я должен, по имени, что я его, скажу в эту ситуацию, Николай, Никита, вот и все. Пожалуйста, продолжай, да, то есть вы не, что я так, это самое, потом, мы, кстати, радость можем, там, я знаю, мне говорили, что можно как-то отрезать, уже на выставленном, можем радость отрезать, может, он не в прямом, а в прямом смотрит, и фильм, ну, да, так, да, Никита, я правильно сказал сразу. Никита, даже так, Никита, я понимаю вашу проблему и воспринимаю ее как свою. Вот так вот, да, да, угу. Итак, Никита пишет. Тут надо еще бровки, я рассказывал про Элину Авраевну Быстрицкую, которая украла бровки, идею бровок, таким выщипанным, как я называю это, с мыслью о России, она украла ее у своей подруги Зыкиной, которая тоже была лицемеркой, и они всегда сидели, давали интервью, вот с такими бровками, волной их специально выщипаны, чтобы была какая-то печаль о родимом и сопереживание родине. Вот они все интервью так говорят, бриллианты там огромные, все у Быстрицкой, у Зыкиной было бриллианты, все, включая ноги, которые издалека долго течет, река Волга пела. Вот, и они сопереживали советскому народу, русскому народу. Хотя Быстрицкая каждую неделю посылала деньги своей сестре в Израиль, но она сопереживала русскому народу, была всем сердцем с ним. Вот, я с этой, Никита, да, Никита, я вот сейчас, вы не, ну, я, если я хочу, я могу сидеть скучно, я могу все вышить, но вам это будет приятно, если я буду просто как уныло это сидеть, да, ну, я же тоже живой, я могу реагировать, так сказать, вот то, что я чувствую. А могу лицемерить, конечно, что вот, вы допустили, он айтишник, да, если вы допустили алгоритмическую ошибку, понимаете, алгоритмическую, оно пошло, это нельзя, это надо весь алгоритм менять, изначально, оно так не будет, оно не будет работать, да, ну, дочитывай, потому что мы прямо уже целую лекцию на этом вопросе. Это гениально, что она, значит, его вот эта подруга, что она еще психологией не занимает, чем она занимается? Интересуется? И как? Ее увлечение психологией. Ну, неважно, это уже достаточно. Так вот, он пишет, что на его взгляд, ее увлечение психологией и стало причиной нередкого капанья на мозг. Вероятно, моя суета и рефлексия Да подожди, Антон! Ну, подожди, Антон! Ну, ты, ну, ты подожди! Нет, ты, ты перечитай, ну, ты перечитай! Хорошо. Несмотря на эту симпатию, ее увлечение психологией, на мой взгляд, и стало причиной нередкого... И стало! Вот так! И вот как на комсомольском собрании, давай, вот то, что он, значит, играл джаз, то и стало причиной продажи родины. Давай, с большей этой самой. Давай. Несмотря на эту симпатию, ее увлечение психологией, на мой взгляд, и стало причиной нередкого капанья на мозг. Вы понимаете, поймите, они все точно когда-то начнут ебать мозг, но если они еще и где-то начитаются этой ахинеи, абсолютной ахинеи, то это все, это туши свет, это только безлунную ночь на кладбище. Тогда читывай. Вероятно. Мы должны спасти его. Антон, не ты, я, что ты, для того, чтобы всех спасать. Я могу вас спасти, Никита, да? Да. Никита. Я могу вас спасти вот от этой, из этой, так сказать, болота, пучины, трясины, из этой психо, чипческой, психологической, пучины, которая это, да, ей только не показывайте, а то она будет бегать. Думошедших много, тоже, я вам скажу так, со мной несколько, которые думают, что я в них нуждаюсь, абсолютно безумно, сюда пытаюсь писать, Антон, тебе пытаюсь писать, другим подписать, это что-то, это вообще что-то с чем-то, но это, ладно, отдельная тема. Да. Ей надо не показывать, а то она будет, она, да, 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 ну ладно, она такая дура, что не будет смотреть. Так, да, Антош, да. Вероятно. Это невероятно, это точно, молодой человек, это точно, я вам скажу. Хорошо. Ты читай, как там написано, что там. Да. Вероятно, моя суета и рефлексия вызваны не очень устроенной личной жизнью, поэтому хотелось бы услышать от вас совет по данной немаловажной сфере жизни. Прежде всего, из-за борт ее бросает в набежавшую волну. Первое. Не в смысле, что это, я в смысле Стеньки Рая, твой репертуар Шаляпин и прочее. Прежде всего, избавиться, избавиться. Он подумал, что это я Олегу дал совет. Не зафиксировано, не зафиксировано. И прежде всего, нужно вы сами, обратите внимание, вы сами узрели свою проблему. Может быть, вы не понимаете это, так сказать, объемно, научно, не понимаете аспекты нейрофизиологические, просто социальные, социально-бытовые, смысловые, эстетические. Это все постепенно, это наживное, значит, будешь здоров, остальное мы тебе купим. Но, базово вы все сказали. Ну да, за компьютером, там у вас какая-то осанка, что-то читаете, глаза, ну я все же читаю и вижу, к сожалению, все идеально. Вот, нет, образ жизни эту, это самое, и я пофото, все нормально, все же хорошо, но дурная голова здоровому телу жить не дает. И внешность даже нормальная, и можно только ни в коем случае не как профессию, актерская, не как профессию, это блядская, дебильная, там только дебилы, но можно что-то чуть-чуть для самовыражения, но только по уму и так далее, пусть напишут, я совет и дам. Но, если не поправить момент вот этот вот нервический, если себя не успокоить и не выстроить правильный, так сказать, вот этот модус в венде, это бессмысленно, у вас могут быть деньги, сколько я наблюдал и миллионеры, и миллиардеры, и это все бессмысленно, нет мозгов, у них все, вплоть до психушки. Более того, я даже знаю одного миллиардера, который в связи с, ну, в общем, неправильным представлением о мире такое, это не в эфире, ладно, не будем в эфире, но я думаю, что вы поняли. Поэтому, главное же, это, да, технически вы что-то можете, технически, вот ваша профессия, может быть, инженером, ученым, айтишником, все, это очень мило. Но, если нет базы, если нет понимания жизни, а бы вот в обычном смысле, такой вот ума бытового, это все бессмысленно. Я об этом 500 раз говорил. Поэтому, значит, я уже забыл, а с чего мы начинали. Пусть напишет, я напишу, какие ему конкретно что, и напишу, что мы на этом вопросе уже минус 40 сидим, все. А так, смысл в том, что тут надо не столько добавлять, сколько чистить, 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 но чисто это не там, где убирают, чисто там, где не намусорили. Вот о чем я тоже говорю. Не берите в себе жизнь, в жизнь то, что вам эту жизнь испортит. И так полно у нас внешних всяких факторов, которые нам портят жизнь. А вот очевидно. Так, давай дальше. Но это прекрасная история, это просто, это шик Мадера, это восторг. Я озвучу очень важную вещь. Да. Предупрежден, значит вооружен. Так. Чтобы своевременно знать все и не совершать ошибок ни о психологах, ни о бытовом. Это, а, это ты мне, это им, да, сейчас говоришь? Это что ты мне говоришь? Я подвожу сейчас. А, ты давай, да. Чтобы быть таким образом подготовленными, обязательно подписывайтесь на телеграмм Евгения. Ссылка дана под этим роликом, под стримом, в описании. Подписывайтесь, подписывайтесь. Иначе будут очень серьезные последствия. Если не подпишетесь на телеграмм, та жизнь пойдет наперекосяк, потому что вы не будете знать, что есть, что будет, что было, плюс, ну мы вас вычислим, кто, если вы не подписались, когда мы вычислим, вы не подписаны. Ну все, а вы думаете, что только от этих могут быть проблемы? Ну еще не знаете, какие могут быть от кого. Это еще мягко, то, что там. С моей точки зрения. Если вы отправились к психологу, то вам, извините, нужен психиатр. А если вам нужен психиатр, то вы идиот.